Так, вот возвращаются наши гости с перебора. И сейчас у нас продолжается наш светский раунд «Знаки и символы удачи». Сегодня огромная удача, потому что 1 марта, и все вы здесь сегодня собрались для того, чтобы встретить весну. Приехали практически все, кто хочет необыкновенно, волшебно встретить весну и все-таки настроиться на волну удачи, волну расцвета и радости. Весна — это прекрасное время для новых начинаний. И для того, чтобы воплотить в жизнь то, что еще не успели воплотить. Выйдет туда, пригласит. Да. Дорогие дамы и господа, я приглашаю всех на продолжение нашего светского раунда. То есть здесь, в этой прекрасной гостиной, я всех приглашаю в зал. Проходите, пожалуйста. И Александр. Смотрите, у нас есть сегодняшнее продолжение, поэтому мы всех приглашаем. И вас, в том числе. Можно вас попросить пройтись по лестнице? Конечно, с удовольствием. Я с микрофоном дойду. Ну, вы как угодно идете по лестнице, вы поднимаетесь. Ну, чуть спускаетесь наполовину. Да, тут потрясающая особня. Это памятник архитектуры. Здесь сохраняется и мрамор, и пневнина тех лет. Да, и прекрасный он ангел. Посмотрите, как он делает фонарик. Он улыбается. Ангел — это всегда символ удачи, счастья, любви. Поэтому, когда мы встречаемся с ангелами, надо благодарить жизнь за то, что эта встреча произошла. Тут просто надо идти. Вот смотрите, тут на самом деле очень красивая такая структура. Я начал снимать, я не успел еще прямой эфир включить. Идемте, идемте. А, ну сейчас, да. Я понимаю. Там проходит интервью. И на самом деле у гостей есть прекрасная возможность здесь, в этой прекрасной анфиладе, пообщаться, поговорить о том, о чем хочется поговорить, познакомиться по-группу. Поэтому все очень красиво. Реально все вещи достойны внимания. Посмотрите, ваза какая красивая, какая красивая цветочница, держащая цветы. Что это за особняк? Это особняк Алексея Толстого. Это очень старинный особняк, это памятник архитектуры. Он знаменит тем, что здесь стоял со своим отрядом Наполеон Бонапарт. Даже с балкона этого особняка он смотрел на Москву. Это памятник архитектуры, да. И здесь вот посмотрите, если наверх вы посмотрите, вы увидите еще лепнину тех лет. Это охраняется, этот памятник на самом деле Министерством культуры. Сюда вкладываются деньги на реставрацию. Поэтому здесь проходят очень интересные, уникальные культурные мероприятия, события столицы. Прекрасно, прекрасно. Смотрите, какие красивые ангелы, летящие на рыбе. Подожди, я сейчас сделаю хороший ход. Ввешивание, ввешивание. Стоит или не стоит? Конечно же, он организуется в определенной плоскости дней и традиций. И вот о том, в каких традициях организуется светский раунд, мы сегодня узнаем у наших их гостей, нашего светского раунда. Итак, встречайте, наши гости. Ирина Бассе, хозяйка своего салона. Салон, который хранит традиции светского раунда в нашей стране. И Кристина Щурова, бизнес-тренер, карьерный консультант. Итак, уважаемые дамы, скажите, в чем все-таки заключается основа светского раунда? Это корень изначально. Потому что я с ним познакомилась, как с человеком, который упадал в них многое. Не то, что многое, да, все-таки возобновлял с прошлого века. Вы знаете, да. С прошлого века. Да, я же вчера в этом немножко говорила, наши традиции имеют много вековую структуру. Мы ничего не рождаем в ночь. Мы просто заглядываем в это прошлое. И не все то, что нам подарили наши веки. Это великие наши деятели государственные. Это наши царствующие основы. Вот 403-е до Романова, я думаю, то, что праздновалось в этом году, несмотря на то, что всего 300 лет Романовы царствовали, но и 403-е, и еще 100 лет, все равно привнесло еще дополнительно какие-то мощные основы и православие, и христианство. И это продолжается все-таки от Дома Романова. И если говорить о продолжении светского романа в нашей стране, то какой будет он иметь резонанс на сегодняшний день как форма мероприятия? Это не мероприятие. Я думаю, это то, что мы привнесем в 21-й век для сохранения культуры, для сохранения духовности, для сохранения и продолжения тех основ, на которых будет строиться наша государственность. Государственность России, государственность славянских народов и государственность, не побоюсь словом сказать, и европейских народов. Я благодарна, что мы вот сейчас Кристина, Мария Мадонтова и народы мира тоже подтянутся к этому, поскольку вот я, Ирина, маленькая планета Земля, очень маленькая. Ты помнишь, как собирали деятели не просто космонавтики, а тех, которые... Я космонавтику не помню. Не помню космонавтику. Но все-таки, да, мы вспоминаем космонавтику, мы вспоминаем культуру, мы вспоминаем политику, а сейчас я хочу пригласить продюсера сегодняшнего мероприятия Анны Сема. Итак, Анна Сема буквально, Сема скажет буквально пару слов о том, почему она решила организовать такой светский раут, таким необычным названием «Знаки символа удачи». Ну, на самом деле, я занимаюсь темой исполнения желаний, престижения желаемого в жизни. Поэтому «Знаки символа» — это именно то, что является под собой фундамент, из исполнения желаний, потому что человек настраивается на новую удачу, и действительно происходят уникальные события. В жизнь приходит волшебство. Мы сами удивляемся, насколько мало мы знаем о всех богатствах Вселенной, которые могут быть нам представлены в различных проявлениях. То ли к нам приходят люди, которых мы давно ждали, то ли обстоятельства так складываются, что все у нас в жизни получается. Поэтому светский раут — это как возможность собрать в прекрасном таком вот месте, посмотрите, какой красивый интерьер, в старинном особняке. Людей, которые верят в чудеса, которые хотят праздника, которые понимают, что нести гордо себя можно в России, и можно в России проводить очень прекрасные вот такие светские рауты, которые объединяют интеллигентных, умных, образованных и творческих людей. Поэтому светский раут — это как одно из мероприятий, который объединяет людей в общую такую вот, я бы сказала, группу поддержки, можно сказать, взаимообмена, обмена творческими идеями и возможность влиять на нашу культуру в целом. Поэтому сегодняшний вечер у нас как раз-таки посвящен тому, что мы объединяем людей в нашу некоммерческую организацию, которая называется «Культура». И каждый, кто хочет внести в свой вклад, каждый, кто хочет принимать участие вот в таких вот интересных мероприятиях, мы открыты для того, чтобы это сотрудничество состоялось. Поэтому приходите, будем разрабатывать интересные творческие проекты, проводить светские рауты. Очень важна тема светского раута, потому что тема, она объединяет людей, она раскрывает людей. И когда есть тема, тогда есть и энергия. Когда люди начинают более активно общаться, они начинают задумываться над тем вообще, что в жизни главное, что не главное, что наполняет наши сердца, что нас делает богаче внутренне. Потому что русская нация одна из самых богатых. Мы очень многое можем. Мы можем восстановить прекрасные вот такие здания, как это. Мы можем наполнить интеллектуальным наполнением людей, которые, возможно, стремятся к этому. Мы являемся носителями света. Поэтому все, кто хочет быть в культуре, пожалуйста, приходите к нам. И самое главное, что делаем света? Я приглашаю сейчас всех на презентацию нашей некоммерческой организации культуры. Прошу всех. Тем временем, мы можем поставить данную презентацию на светский раул. Но все-таки, Анна, можно на одну секундочку, ладно, за? Можно, потому что хотелось бы это дать интервью. Там есть некое такое объединение. Когда-то, 20 лет тому назад, Ирина, подняла эту традицию, Анна, вы ее продолжаете. Это очень здорово. Так получилось, что я, там, 23 девчонки попала на ваш. Сейчас я уже, там, как-то так случайно попала, выяснилось, что мы с вами знакомы. Да, и мы это продолжали. Самое главное, что это преемственность. Преемственность наших поколений. Преемственность не только России. Мне больше всего понравилось, Ирина, то, что вы сказали, что это культура. Ведь даже в религии люди могут быть очень разные. И разное вероисповедание, разное понимание Бога, Аллаха, чего бы то ни угодно было бы, тем не менее, самое важное, что остается в культуре. И мы ее храним. И дай вам Бог, и вам, Ирина, и вам, Анна, сохраняйтесь от традиций. Делайте и расширяться. Таких замечательных помещений, сохраняющих культурой. Вот сейчас мы хотим пригласить директора. Пожалуйста, ориентировка. Кто-нибудь завалится? Это знак. Итак, а у нас сегодня на этом светском рауре были очень критные экземы, где Ирина Щурова, бизнес-тренер Ирина Александровна, хозяйка салон-класса Ирины Александровны. И Анна с ним, как и в этом мероприятии. И я, конечно, в этом мероприятии. Так, дорогие дамы и господа. Так, я думаю, что время у нас пообщаться было предостаточно. Наш волшебный вечер продолжается. Я хочу вам сказать, что у нас в гостях прямое кабельное телевидение. Это Ярослав Старухин, который на самом деле потрясающий человек. Он уникальный майнер своего дела. У него кабельное телевидение, которое идет сейчас в прямой эфир. И нас сейчас слушают очень многие-многие люди. Еще нет, еще нет, через 5 минут. Люди слушают нас во всей России. Те, кто очень любит прямую трансляцию, прямое телевидение. Поэтому прошу всех заняться и не с того, чтобы позвучить, что даже с какой-то стремой спарю, пожелания. Это что? А, потеряли карточку? Это кто потерял-то? Сейчас посмотрим. Потеряли. Я очень рада видеть, что все недовольные, счастливые лица, приятные, наполненные весной, энергией, огнем, радостью. Настройка на волну удачи. Потому что, когда есть киномышленники в этом, то волна усиливается. Она становится такой мощной волной. Она накатывает. Мы все присоединяемся. Мы как маленькие капельки в огромной, большой такой стихии воды. И сегодняшний вечер, этот светский раунд, он не является таким основополагающим мероприятием в концепции нашей некоммерческой организации, которую мы называем «Культура». Я сейчас попрошу, минуточку внимания, всех присутствующих, на минуточку оставьте свои разговоры и обратитесь сюда, на меня, в свой звук «Взор». Всех попрошу, сейчас минуточку внимания. Мы начинаем презентацию нашего проекта, который, я думаю, будет интересен каждому из вас здесь присутствующему. Потому что наш некоммерческий проект называется «Культура». Мы объединяем людей, которые хотят культурно развиваться, проводить интересное время, участвовать в различных творческих проектах, участвовать в жизни в культурной стране и вносить свой вклад, насколько мы можем в свой вклад внести. Поэтому мы пришли к выводу, что нам очень важна организация. Организация, которая бы этих людей объединяла на некоммерческое основе. Это возможность такого большого союза, который имеет под собой и почву, и вес. И в связи с этим я хочу анонсировать сегодня наш потрясающий союз. Сейчас у нас есть уже 85 человек, которые подписались в этот союз. Им интересны наши проекты, они участвуют, они приглашают нас принять участие. Это люди из Санкт-Петербурга, это люди из Твери, это люди даже из Севастополя, люди, которые хотят культурно развиваться, которые несут свет окружающим людям. И каждый из вас тоже может принять участие в этом проекте, стать участником нашей организации. И я думаю, что если нас будет много, то мы можем повлиять вообще на жизнь в целом в обществе. Естественно, наше влияние светлое и позитивное. Это доказывает сегодняшний наш визу, потому что он сегодня прошел с душой. Сегодня каждый из вас себя чувствовал здесь комфортно, уютно. Вы что-то приятное, новое подчеркнули для себя. Это приятно. Я хочу представить вам сопредседателя нашего некоммерческого партнерства, Елену Рогозину. Она тоже скажет пару слов именно о том, к чему мы стремимся и к чему посвящен наш союз. Наступил вечер. Девочка взяла маленькую свечку и поднялась медленно по винтовой лестнице. «Куда мы идем?» спросила свечка. «Видеть я такая маленькая, и ты не сможешь светить маяк. У меня свет слишком ничтожен. Ни один корабль не сможет увидеть мой свет. Хоть твой огонек и невелик, – сказала девочка, – все же продолжай гореть так ярко, как сможешь. Остальное же предоставь мне». По беседею они достали, настигали вершину лестницы и подошли к большой лампе. Девочка зажгла лампу при помощи маленькой свечки. И вскоре свет начал отражаться от зеркал. Корабли увидели маяк, и свет проникал не только ввысь, но еще и в воду. Дорогая Анечка, пожалуйста, продолжай гореть. Будь той самой свечкой, которая светит нам сегодня, будет светить завтра и распространяет свой свет по всей Москве, по всей России, всему миру. Мы с тобой, культура тебя поддерживает. Мы всегда с тобой рядом. С днём рождения, дорогие. Друзья, еще раз здравствуйте, Елена Ракозина, запрецедатель управления некоммерческого партнерства культурам. Сегодня мы официально объявляем о том, что мы созданы, и о том, что мы действуем. Вы видите прекрасные слайды на Игоря Бертиковской ливере. Это больное зало. Вы видите балы, объекты, культура. Мы не только про это, мы не только про эту культуру. Конечно, мы будем популяризировать и средскую направленность. Конечно, речь пойдет о культуре ведения бизнеса. Конечно, речь пойдет о культуре взаимоотношений. Согласитесь, это очень важно сейчас. Поэтому, все, что связано с культурой, мы будем объединять в продюсерский центр, в благотворительный фонд, в обучающие какие-то программы, очень интересные для детей, для взрослых. Наша задача, наша миссия под крышу культуры собрать людей неравнодушных. Собрать людей, которые заботятся о себе, о своем потомстве, о своих детях. Потому что, как много-много уже раз сегодня говорили, все это надо собирать, сохранять и передавать дальше в наших руках, наше будущее и в будущем наших детей. Культура проект работает, я вам все в конце раздам. наши контакты, куда можно подписаться и приходить на наши мероприятия. Все мероприятия наши отныне будут происходить под эгидой некоммерческого партнерства. Культура. С чем я вас всех поздравляю. Аплодисменты. 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 Ну, вы сегодня заговорили про символы. Я тоже немножечко, совсем вкратце, о них поговорю. Символы эти будут природой. Вообще, я очень люблю работать через природу и все, что с этим связано. И самые богатые, самые значимые символы природы это, конечно же, что вы подсказываете, какие символы природы мы знаем? Огонь, вода, ведь, земля, конечно же. Можно еще слайд давать. Первый символ это флюгер. Флюгер символизировать будет у нас энергию ветра. Поток денег, поток жизни так же стремителен, как поток ветра. То он сильный, то он слабый, то его вообще нет. Для того, чтобы удача всегда сопутствовалась с вами, пожалуйста, поставьте себе на балкончик или на крышу домика флюгер. И как только он будет изменять направление, вы будете знать, что в вашей жизни придут перемены и обязательно вы лучше в сторону. Еще одна стихия из произведения вы заметили. Это земля. И олицетворение земли в нашей родственной жизни у нас будут камни. Камни — это хранители земли и земной энергии. Да, вот посмотрите, роскошные камни на Анне. Подарила Люжина потрясающий подарок. Эти камни как раз, как у тебя на картинку. Потрясающая, гамушек надо положить в горшочек с любимым цветком и по мере того, как цветок будет расти и распускаться, будут расти ваши успехи, будет удача. Сделайте это и стихия земли обязательно вам поможет. Еще один символ, следующий, это пламя или огонь. Посмотрите, сколько много огня у нас сегодня. или и камина вот волшебный такой свет. Свеча очень доступный тотем-заменитель, дрога в каждом доме он может быть. Свеча будут гореть, когда будем прокидывать дрова в камин, когда будем хранить тепло домашнего, очага. Обзаведитесь свечой, смотрите на нее минут по 10, горящие каждый день, и удача будет вам обязательно притягиваться. Ну и последняя стихия это вода или водопад. Лицептворение тотем-заменитель это хрусталь, как ни странно. Хрусталь это застывшая вода. Алхимики древние имиды так говорили о воде. Если вы будете носить с собой фигурку хрустальную или кусочек хрусталя, удача вас не покинет, желания будут исполняться, и энергия воды даже очень женская энергия будет обязательно с вами. Но сегодня я вам желаю во-первых, спасибо большое, что вы пришли нас поддержать, а не еще раз я не поздравляю. Я вам на сегодня желаю мечтать, я вам на сегодня мечтаю, чтобы желания ваши обязательно исполнялись. Мечтайте сами и научите мечтать ваших детей. Это очень важно и для нас взрослых, и для подрастающего поколения. Большое всем спасибо и до новых встреч. Спасибо за такую полезную информацию. Дамы и господа, я хочу вам сказать спасибо за то, что вы пришли на наш вечер, стараясь на весной это место, чтобы будет съемка, да? Очень приятно, очень интересно. Я хочу поблагодарить всех за то, что вы пришли сегодня и так знаково начали весну на 1 марта здесь, в этом прекрасном месте. Я желаю всем вам, чтобы весна принесла вам именно то, что вы хотите больше всего на свете. А я думаю, что у каждого человека всегда наступает время изменений жизни к лучшему. Мы все стремимся и развиваемся, мы выходим на новые витки бытия, и поэтому вот этот новый виток бытия, который называется весна, это сезон, который приносит нам обновления, который приносит нам любовь и счастье. Не забывайте об этом во всех своих делах, что любовь это двигатель жизни. Любовь всегда идет вместе они идут с весной по головам, и поэтому когда мы встречаем весну, мы встречаем любовь. Всем желаю любви, любви расцвета, любите, будьте любимыми, отдавайте любовь. Знак и символ всегда работает в нашей жизни, не забывайте об этом, и всегда когда вы видите вокруг что-то приятное, радостное, яркое, соединяйтесь с ним, и говорите это я, вот это я как этот огонек, это я как эта птица полетела, это я как эта стремительная красная машина, ну может мужчина сказать, это я такой сильный как этот джип выехал из-за угла. Во всем нам окружающее пространство символизирует об удаче и наших новых возможностях. Черпайте энергию, пополняйте ей свои мысли, и вы будете всегда в тонусе, вы будете всегда счастливы. И знаете, удача будет сопутствовать вам везде и всегда, потому что всегда, даже когда есть разочарование, мы должны понимать, что мы можем повернуть за углом, а за углом нас ждет любовь. И надо быть открытым этому, и надо быть открытым чудесам, и верить в то, что Бог всегда заботится о нас. Он нам дает столько возможностей, столько потенциала, который надо ценить и благодарить за это. Я сегодня всех вас благодарю за этот прекрасный вечер. Хочу пригласить еще раз своего партнера Александра. Я его тоже очень благодарна за то, что он являлся, можно сказать, идейным таким вот вдохновителем этого светского раута, знаки и символа удачи. Мы его задумали где-то, наверное, год назад, да, Саша? Хотели его сделать, и мы обратились там в несколько таких вот, собственно говоря, подходящих для нас мест, но не смогли реализовать этот проект, смогли реализовать его этой весной. Значит, пришло время, пришло наше время, и знаки об этом нам символизировали. Правда, Саша? Конечно же, да, есть в жизни каждого человека судьбоносный знак, и если вы обратитесь к своей собственной жизни, вы его вспомните. Возможно, это было знамение, как некое явление, которое вас отчетов и предупредило, которое вам дало свою информацию. Поэтому знаки имеют место в нашей жизни. Поэтому и это мероприятие имеет место в череде мероприятий этого города и даже страны. Я благодарю всех за участие. Хочу напомнить всем, что, к сожалению, этот Дом культуры работает до 11 часов. И, естественно, там, кто на вапте сидит, они тоже попросили, чтобы до 11 часов гости смогли, собственно говоря, отправить. Скажем так, приятно завершить этот вечер. Ну и, конечно же, завершить мы его можем приятно, когда Анна поделится своим секретом удачи. Анна, я знаю, что в вашей жизни много есть моментов удачи, и мы давно знакомы. Я помню историю, скажем так, за чашкой чая, за чашкой кофе, когда вы делились о том, каким чудным образом в вашу жизнь приходят те или иные возможности. Поделитесь, пожалуйста, с гостями, со всеми нами вашим секретом. на самом деле, самый главный секрет, который есть в каждом из нас, я уже про него говорила, это запускать правильные мысли в своей голове. Вот и все. Когда вы чувствуете, что мысли пошли и прыгают голубом, и они какие-то серые, мрачные, то вспомните о том, что их можно сделать яркими, красочными, наполнить их радостными символами, которые окружают нас. Мы можем наполнить их символами ангелов, скачущих коней, летящих птиц, яркого пламени, флюгера, наполненного мачтами, наполненного паруса, наполненные у яхты, которая плывет. Это тоже символ удачи, символ перемены к лучшему. Цвета, цвета, все цвета радуги, они нам дают тоже определенный позитивный настрой. Поэтому мы сами создаем себе свою датью. Все мы знаем после сегодняшнего нашего светского раука. И если говорить о том, что вам повезет, вспомните, что есть у вас дома. Дома, возможно, есть какой-то амулет, какой-то предмет, который вам принес какие-то перемены в вашей жизни. И сейчас просто держите внимание на этом предмете, на этом символе. И, вероятнее всего, то, чем приколны ваше внимание и приносят вам удачу. А я желаю вам всем удачи, счастья. И последнее слово я хочу передать очаровательной девушке Елене. Буквально пару слов. Что такое удача и твой символ удачи? Удача это состояние души. И удача это образ мысли и образ жизни для меня. А мой символ удачи, я сегодня уже говорила, это ключи, символы удачи. И символ удачи, это, конечно, удача моих учеников. Я вижу результаты для меня это огромная удача. Спасибо, Елена. И сейчас, уважаемые гости, попрошу вашего внимания, потому что сейчас состоится очень важный момент. Мы сейчас будем делать настройку на удачу. Итак, кто хочет привлечь удачу в свою жизнь? Поднимите руку, кто хочет привлечь удачу в свою жизнь? Кто хочет? Я вижу, что практически все хотят привлечь удачу в свою жизнь. У каждого она своя. Каждый свой представляет образ этой удачи. Итак, сейчас, в этот момент, я даю вам настройку на удачу, которая точно работает и дает точный результат. Закройте глаза. Самое главное сосредоточьтесь. Закройте глаза. Буквально на пол минуты. И самое главное, давайте послушаем тишину, которое появится в этот момент. Если вы хотите удачу. И сразу видно, кто разговаривает, тот не хочет удачи. Или не верит в нее. Потому что человек, который верит, цепляется за все. Он все берет на веру. Любой момент, любой шанс, любое слово, любое предложение, он берет все. Он жадно относится к жизни. Верою уверуй. А вера рождается через моменты веры. Когда мы верим и цепляемся за все. Берем и принимаем все, что дает нам жизнь. И сейчас, в этот момент, представьте, что вам в жизни принесло удачу. Это может быть встреча с каким-то человеком. Мудрый совет, предмет, знак, символ. Что развернуло вашу жизнь в вашу сторону, в позитивное русло. Поверьте в это сейчас. Отдайтесь этой энергии. Будьте с этим. Придайте этому ценности. Это правда происходит. Потому что все зависит от нашей веры. Как мы верим, то и получаем. Все произойдет именно сейчас с вами. Представьте образ вашей удачи. И к этому образу присоедините то, что повернуло в вашей жизни вас в сторону удачи. Представьте, что вы как будто бы встретили этого человека, как будто бы получили в дар этот предмет, как будто бы у вас произошел этот ритуал или церемония, после чего ваши события развернулись в вашу пользу, в вашу сторону, как будто бы ваше веление исполнилось. И сейчас произвесите самые главные слова. Все на благо твое повелеваю, принято. И этот контракт я заключаю сегодня, в этот день, 1 марта 2014 года. Я повелеваю, произнесите свое имя. И последнее, самое главное слово на планете. Благодарю, благодарю, благодарю. Слух, слух, слух. И сейчас делайте глубокий вдох и выдох, открывайте глаза, возвращайтесь всегда в нашу атмосферу этого светского раунда. Знания и символы удачи. Спасибо, Александр. Спасибо, наш вечер закончен. Нет, он еще не закончен, дорогие друзья, потому что я сюда шел и не собирался делать того, что сейчас я сделаю. У меня есть один экземпляр браслета из лаборатории NanoMir, дорогие друзья, это прототип летательных браслетов. Анна, Анна, Анна. Сегодня у вас такое мероприятие, создается новая организация. Пусть это будет у вас на руке, это будет вашим талисманом. Благодарю вас, что вы есть, благодарю ваших родителей, что они произвели на свет такое прекрасное чудо. Спасибо. С Новым Годом Жизни. Да. Я очень благодарна своим родителям за то, что они меня произвели 15 лет. Именно 29 февраля и сейчас будет играть музыка, кто хочет может потанцевать, но с радостью выкатерим веселое настроение. Ура! Итак, друзья, сейчас будет звучать музыка для того, чтобы мы затанцевали, может быть, еще раз познакомились, еще немножечко налили и немножечко запечатлели наше знакомство дзынь-дзынь и что-то ели вкусное, приятные сказали слова друг другу, а самое главное вы желали удачи, удачи каждому, потому что когда мы желаем удачи, наша удача приумножается. Знаете, это очень простой секрет. Итак, звучит музыка, давайте потанцуем. Все отлично, его невозможно испортить, наоборот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Красное платье, полюбуйтесь на меня, это твое прекрасное, красное платье. Я не знаю, видно ли было, как он прекрасно смотрится. Да-да-да, вы можете сказать, кто выступил спонсором этого платья. Ну, это было бы хорошо, неплохо. Я думаю, что я оставлю этот секрет. Этот прекрасный человек, который, мужчина, и так скажу, у нас с ним исключительно дружеские, подавильские отношения. Он не позволил себе, чтобы я пошла на мероприятие в обусленном платье. Я думаю, ты сейчас скажешь, что он не позволил себе, чтобы я пошла на панель. Это что, ужас какой, Ярослав. Это вообще, панель и я, это слова вообще не рядом стоящие. Ага, так так. Вот. Ну, а поэтому... А что вообще? Ты снимаешь уже давно? Сколько они уже смотрят прямой эфир? Ну, сколько-то досмотрит. То есть... А, культура у тебя тема, да? Тема культуры, конечно. Можешь про организацию, что организация ваша создалась, культура. Я подарил, подарил. Да, мы сейчас собираемся оформлять ассоциацию культуры. Ну, пока этот процесс, конечно, идет в более длительном масштабе, чем хотелось. Да. Я хочу вот что сказать. Давайте помогать друг другу. Десять. Десять. Десять, тринадцать восемь, да? Одиннадцать, одиннадцать. А сейчас идут другие трансляции, сейчас идет параллельно другой эфир. Поэтому они, может быть, сидят там, и они только боятся выйти, потому что на место будет занято сразу. Всегда они сюда прибегут. А, так выбивается, да? Ну да. Там десять человек только может быть в конференции. А, вот здесь вот? Ну, смотреть в Ютубе может сколько угодно, а вот здесь вот внизу, вот в панели, здесь десять человек только может быть. А, хорошо. Да, Саша. Слушай, ну смотри, я не сказал, что у вас тут автопатия. У нас автопатия, да? Да, мы едем. А что, что у меня комната не убрана вообще? Автопатия у нас. Все мы сделаем, мы приедем, ладно? Мы сейчас едем, да, приезжайте к нам. Ладно, вы приедете. У нас автопатия многотенническая будет. Давайте сделаем. После усадьбы танцев. Сослав, давай сделаем культуру автопатии. Что я вам хочу сказать, дорогие? Дорогие, друзья, я сейчас, я в другой занимаю предотвращенности, помогаю. Давайте я сталкиваюсь очень часто с таким мнением, что чем я могу помочь? Через час. Мне там 200-300 рублей, чем я могу помочь. На самом деле, каждый из вас может помочь многим, делом, словом, мыслям, идеями. Реализуйте идеи, которые есть у вас, помогайте людям, а это вернется к вам. Будьте изобильны внутри, и это изобилие придет к вам неизбежно. К счастью, эта вселенная именно так устроена. Мы живем в изобилии, потому что мы нужны. Наверное, это хороший конец для твоей конференции, или ты можешь продолжать ее? Мы продолжаем, конечно, это же жизнь, это жизнь. Хорошо, я была рада с вами пообщаться. Меня зовут Юлия Хаченкова. Смотрите меня в интернете. Да, смотрите меня в интернете. Переводите в ней деньги. На Котельнической. Я хочу найти единомышленников, создать общество, которое действительно живет в изобилии сердца, материи. Всего, что угодно. Поэтому добавляйтесь, друзья, в контакте к хэппи-роуд, адрес моей страницы. Айди, после слэш, сразу хэппи-роуд. Счастливая дорога, в одно слово. Счастливой вам дороги, удачи, всего хорошего. Ярослав Старухин. Глобальная волна, дорогие друзья. Глобная. Открывайтесь изобилия, дорогие друзья. А, там же еще одна съемка. Да. Тебе что-то говорят? О, мне говорят? Да. А в кого верит девушка? Так, я верю в Садану. О, как прекрасно. Есть, есть ответ. Вы знаете, я вам хочу сказать, что во что бы вы не верили, это все работает. Верите в Него, Он с вами будет взаимодействовать. Верите в Хэстстан, что Пустой будет с вами. Верите в Аллаха, Аллах будет с вами. А я верю в то, что Бог, безграничная любовь и мудрость, знания всегда рядом. Сектант. Абсолютная сектантка. Секта любви. Вот что я продвигаю. Любите людей вокруг вас. Любите мир. И мир вам ответит тем же самым. Хотите верить в Садану? Знаете, что у этого есть определенные последствия. Удача. Ваша вера. Верьте в то, что вам принесет. Удача и любовь. В то, что вы хотите. Следите за своими мыслями, словами и действиями. Вот и все. Закон прост. Изучайте физику. Множко всего интересного. Мне надо уже прощаться с гостями. Всего хорошего. Очень рада была каждого из вас видеть. Facebook Юлия Хаченкова. Happy Road. IT-страница ВКонтакте. До встречи. Ну все, пока. Пока. Так, на этом мы прерываем нашу прямую трансляцию, дорогие друзья. Это была глобальная волна. Напоминаю, завтра в 12 часов, как всегда, горки десятые, баня. Вот это да. После этого мы заезжаем в Усово к Владимиру, а после этого мы двигаемся в Умный дом. Умный дом. Нам покажут элементы Умного дома и, возможно, Володе тоже будет интересно с нами проехать на метро Молодежное. И потом можно будет вернуться в Усово. Володя, как тебе завтра такая история? Съездить в Москву? Разогнать немножко тоску? Все хорошо. Хорошо. Квинспай, привет. Володя, ты нас слышишь? Нет? Прием. Ну все, отходь, дорогие друзья. Мы с Володей свяжемся, а на завтра программа озвучена. Всего доброго, спасибо, стоп-снято. И вам стоп-снято.